Итак, давайте разберем такую непростую тему, как выживание в городе. Я даже не попоюсь этого слова, потому что на самом деле нам приходится выживать в городе, и это в прямом смысле слова. Город не предназначен для жизни человека, и жизни животных, и птиц, и, собственно, современных, по крайней мере, и даже роста растений. Потому что сложно, не все растения, как вы знаете, живут в городе, и не все выдерживают условия загазованности, не все себя нормально проявляют. Некоторые даже мутируют, равно как и птицы другие немножко, самые живучие остаются, такие сорняковые птицы, но и животные не во всех городах, дикие животные. Хотя сейчас Москва стала немножко лучше, если мы говорим про Москву, и некоторые города Европы, например, тот же Стокгольм, да, можно увидеть саплю, или где-то там в каком-нибудь немецком городе можно увидеть диких кроликов, и там что-то еще, там куропаток. Но в основном, конечно, в развитых странах, или те страны, которые стремятся быть развитыми, они наращивают, соответственно, такую своеобразную технологическую гонку вооружений. Для человека там, конечно, места нет. И вот основные проблемы, чтобы вы понимали, куда поворачиваться, надо обозначить и, соответственно, дать какие-то пути решения, потому что выживать все равно нам надо. Ну, мы не для того родились, чтобы отступать перед трудностями. И вот, соответственно, мы с вами рассмотрим, ну, прежде всего, от чего мы не можем увернуться, да, мы не можем не дышать в городе. Воздух остаётся загрязнённым даже в тех городах, где снизился темп производства, например, в Москве. Воздух, тем не менее, остаётся слишком грязным. Почему? Потому что очень много механизмов, в частности, на природном топливе, в нём находятся. Это машины. И машины, хоть они на газе, хоть они на, скажем, на бензине, на дизеле, они в любом случае, выхлопы есть. И как бы их там не очищали, конечно, лучше очищать. И тем не менее, много грузовиков, много машин, которые, ну, не проходят толком ТО, да и даже те, которые проходят, они всё равно дают выбросы. И там не только угарный газ, там много свинца, там много достаточно редких элементов, присадок к бензину, которые тоже попадают, собственно, в воздух, и мы их вдыхаем. Если вспоминать уроки в анатомичке в медицинском институте, то разрез лёгких приводит обычно в шок, да, не такого не очень устойчивого студента, да, не очень устойчивого психически, потому что, по сути, в лёгких смола. То есть, мы непонятно, чем дышим, то есть, у нас лёгкие забиты смолой. И это не лёгкий курильщик, это просто лёгкие жители города. А если он ещё и курит, а если ещё, как вот в каком-то году-то у нас был смог, когда, ну, и так ничего не видно, то есть, мы дышим свесью, и ещё люди курят в городе. Ну, то есть, это вот три в одном такое бинго. Ну, конечно же, курильщикам в городе сложнее ещё, но давайте сразу просто эту тему, как бы сказать, закроем, потому что курение сигарет, сигар, сигарил, ну, лучше сигар и сигарил, да, или просто трубочного табака менее опасно, чем курение сигарет или особенно вейпов, в которых, в принципе, табака нет. И дело не в табаке. Почему я говорю, что хотите курить, курите сигары. Если у вас, конечно, нормальное отношение с послёновыми, вы можете вообще себе это позволить. Если же вы хотите для здоровья что-то сделать, да, такого хорошего, значит, тогда бросайте курить совсем. Но только не вейпы, потому что там химические вещества, которые влияют на фертильность, которые влияют на сердечно-сосудистую деятельность, на сосудистый тонус. Будьте очень аккуратны. Это гораздо опаснее, чем, так сказать, я никогда не занимаюсь антирекламой, я просто, так сказать, свои наблюдения вам озвучиваю. Если кто-то за мной так послеживает в соцсетях, я писала про ситуацию, когда девочка, курящая вейп, просто упала мне под ноги, хорошо мне под ноги, могла бы упасть куда-нибудь под колёса. Ну вот, и сосудистая реакция такая, мужчина, никогда не угадаешь, что с этого вейпа ты получишь. Ну, бог с ними, с вейпами, с курением, с воздухом, понятно, что воздух не самый лучший. Вода, тоже от неё вернуться сложно, потому что если мы даже её и не пьём, если вы где-то заказываете воду, там, в бутылках, ну, должны быть, кулеры надо вообще нормально чистить, потому что в кулерах размножаются, ладно, водоросли, одно и бактерии, да и грибки. Поэтому с водой надо быть аккуратным, да, если вам привозят воду, да, то есть это должны быть свежие вот эти вот чистые пластиковые, толстого пластика бутылки, лучше, конечно, вода в стекле, что говорить. И при этом ещё вы её обрабатываете специальными структуризаторами, либо добавляете талонную воду, как вариант, почему бы нет, 150 миллилитров на всю вашу дозу воды в день, нормально. Вот я пользуюсь структуризаторами хорошими, пью воду такую в городе или пью из стекла, хотя над ней всё равно надо поколдовать, ну, выпускники, да, нашего курса по информационной медицине понимают, о чём речь, но остальным хотя бы над водой не думать о плохом, да. Конечно же, не могу не коснуться еды, и даже не того, что она напичкана антибиотиками, гормонами, пестицидами, ДДТ тот самый, тоже очень важный вообще момент, про него можно отдельно говорить, но бог с ним с ДДТ, просто обозначаем. То есть еда, сами продукты, они либо перемороженные, либо они какие-то консервированные, там обязательно добавки в металлическом, в металлических банках нельзя держать открытым, соответственно, вот эти вот консервы, надо их тут же съедать. Остальные консервы, потому что в стекле они тоже, собственно, консервы, да, если вы их вскрыли, то, соответственно, они портят моментально, потому что там живого уже ничего не осталось. И, конечно же, полуфабрикаты, которым любят пытаться в городе или же в кафе, они имеют энергетику не всегда благостную для нас. Вы поймите, что мы мало готовим сами, да, это правда, но только готовят для себя самостоятельно, мы можем придать нужную информационную окраску этой еде. Ну, когда человек, который не спит ночами, который думает о каких-то своих неприятностях, не очень физически здоров, какую пищу он может вам приготовить? Ну, подумайте сами. Понятно, что бывают очень хорошие рестораны, там, с дорогой кухней и даже вкусной едой, но кто ее готовит? Самая вкусная еда та, которая вышла из рук счастливого повара, да, это известно, но где бы взять этих счастливых поваров? Таким счастливым поваром должны для себя стать вы, но мы это не делаем, как правило. Поэтому, пожалуйста, если уж вы живете в городе, старайтесь покупать больше шансов, да, все-таки у горожан, наверное, в выборе продуктов. Старайтесь покупать не термически обработанные, не консервированные продукты и готовить их самим. И понятно, что вы не можете избежать, там, тех же антибиотиков в мясе или гормонов в мясе, но вы можете выбрать, скажем, утку, баранину, кролика, ну, хотя бы минимизировать риски, да, и говядина, и свинина, и курица, но, к сожалению, никакого уже вообще даже не выдерживают, как бы сказать, никакой критики. Что касается овощей и ягод, у нас нет органической пищи, у нас это как-то малораспространено, она очень дорогая, и, собственно, в вашем огороде могла бы быть органическая пища, но мы редко это делаем. Старайтесь все-таки чувствовать, да, продукты, потому что они завтра станут вами. И если вас отталкивает от продукта, как бы он красиво не был упакован, как бы он красиво не был разрекламированный, как бы красиво не был подан, не берите. Здесь помогают кинезиологи, здесь помогает радиостезия, да, выбрать эти продукты, либо уже вам потом придется как бы оживлять этот продукт уже специальными добавками, но не БАДами, потому что, мои дорогие, в БАДах таковым может быть намешано, что вы потом от этого не избавитесь никогда. Опять же, влияют на фертильность, влияют на, усиливают оксидативный стресс, ухудшают пищеварение, потому что губят симбиотную флору, потому что БАДы сейчас в основном, это как лекарство, да, там добавок, как бы сказать, несъедобных больше, чем действующие вещества. И, кстати, горожане больше едят лекарства и БАДов, и это доказано, потому что они как бы больше заботятся о своем здоровье, более обычно образованные, как принято считать. И, соответственно, заботятся о своем здоровье, ну, тут уж кто как, заботятся о своем здоровье, как правило, считается, что чем больше лекарств и БАДов, тем ты защищен, защищеннее, не совсем так. И здесь даже, наверное, у жителей сельской местности преимущество, потому что они просто это все не пьют, либо дорого, либо нету этого в аптеке, и, в общем, как-то они обходятся еще близки к народной медицине. Конечно же, наши дома, в принципе, в структурах, которые имеют в своем составе прямые углы под 90 градусов, человеку жить нельзя. Поле человека скругленное, поле всех предметов, оно скругленное. Мы должны были бы жить, как хоббиты в таких полукруглых домах, даже, может быть, с полукруглыми окошками и так дальше, но мы так не живем. И это не только на психику действует, это действует на нашу энергетику. Просто мы это воспринимаем как не очень уютные дома, да, как бы мы эту квартиру там не улучшали, ну, в общем-то, она не уютная, потому что она четырехугольная. И это вообще большая ошибка. Мы пошли не по тому пути развития, честно говоря, по техногенному, а это, ну, как бы сказать, вот эта четырехугольная форма, она не человеческой природе близка. Это совершенно, так сказать, другое мышление, и такое техногенное мышление, оно нам не очень близко. Я уже не говорю про бетон, из которого выделяется радон, который может быть вполне радиоактивным, и это вот уже, ну, может быть, проблемой. Конечно, с вот этими радиометрами, да, ходить, может быть, каждый день-то, может быть, не стоит, но квартиру проверить бы надо, потому что это не редко сейчас на новостройках радиоактивные материалы. Конечно же, кто живет на высоких этажах, это еще и оторванность от земли. Мы электромагнитные, земля электромагнитная, мы должны быть вместе, мы должны ходить по земле, либо в обуви на кожаной подошве, которая проводит, сбрасывает электростатический положительный заряд в землю и нас, как бы, перезаряжает, либо босиком, что мы тоже не делаем никто, либо, соответственно, должны быть каменные полы в домах, да, или глиняные, или же песчаные, или земляные, но мы этого, опять же, не делаем. И у нас все там ламинаты и так дальше, и так дальше, это все пластик. И нам приходится несчастным, чтобы вообще как-то себя вечером чувствовать, класть лапки на батарею, знаете, да, ступни на батарею, заземлиться, если батарея, конечно, не пластиковая, металлическая. Тогда это работает как заземление. Есть специальные коврики, дорогие, дорогие. Вот, вот, недавно совсем, вчера буквально посмотрела такой один коврик, 53 тысячи, извините, проще поставить ноги на металлическую батарею и заземлиться. Это важно, потому что ваше самочувствие, ваша усталость, ваша раздражительность, туман в голове, может быть, связаны еще с тем, что вы нахватали, что называется, за день положительного заряда. И, соответственно, надо заземлиться обязательно. И сама оторванность от земли, чем выше, тем, в общем, хуже нам, на самом деле, как живым существом. Мы не птицы, мы не обязаны жить на высоте. Конечно же, посуда, да, из которой мы едим. Уже сколько раз мы говорили одно и то же, что вы не сможете сковородки, покрытые там тефлоном или иным другим более крепким покрытием, вы не можете удержать от повреждений. Ну, не можете. Вы даже деревянной этой штучкой или пластикой все равно повреждает. И под этим тефлоновым покрытием очень дешевые металлы. Если вообще они безопасные. Ладно бы дешевые, но они еще не безопасны. И самая лучшая посуда – это стекло, это чугун, это нержавейка. Вот как хотите. Силикон еще тоже, если хорошего качества. Все остальное под вопросом, потому что керамика может быть покрыта глазурью с тем же свинцом, кобальтом, там не знаю с чем. Поэтому будьте очень аккуратны. Остальные там алюминия, про это уже не говорю. Надеюсь, ни у кого алюминиевой посуды нет. И, соответственно, ну, просто это небезопасно. Что касается микроволновых печей. Если вам мало вышек, которые вам понатыкали, и вы не, как бы сказать, еще хотите себя угробить, то, пожалуйста, микроволновую печь поставьте в доме. Если вы хотите получить вообще неживую еду, то грейте в микроволновке больше, чем минуту, и тогда, в принципе, у вас будет. Ну, что пластик вы съели, что вот эту еду. То есть рвутся молекулы, уже белок вообще не опознаваем никак, ни пищеварительной, ни иммунной системы. Будьте очень внимательны. С микроволновкой вы лучше не заигрываете. Если где-то стоит у вас на работе, то никогда с ней рядом долго не стойте, не работайте с ней рядом, переставляйте в другой угол, пусть там кто-то еще наслаждается, а вы нет. Соответственно, мебель. Мебель, как уже, наверное, понятно, не из дерева, а из чего-то клееного, вроде бы из дерева. И здесь мы должны понимать, что у нас вот эти материалы, которые скрепляют эти опилки, собственно говоря, которые мы получаем, видимо, то, что осталось от наших деревьев, то, что мы все угоняем в Китай, все деревесину, а опилки мы склеиваем и как-то пытаемся из этого сделать мебель. Но, к сожалению, склеивать их приходится такими, ну, собственно, смолами, которые тоже летучие, к сожалению, и небезопасны для здоровья. И если вы входите в обновь отремонтированное помещение, вы чувствуете запах. Если вы его не чувствуете даже, то может болеть голова, тошнота, резкая слабость, падение давления, то есть, ну, собственно говоря, находиться в таком помещении невозможно. Кондиционер работу, как бы сказать, не может выполнить, потому что кондиционер не все может решить. И, соответственно, фитнес-зала, где вы даете нагрузку, если так пахнет, и кондиционеры не спасают. Тоже это имейте в виду. Не говоря уже про сами кондиционеры, болезнь легионеров никто не отменял, мои дорогие. Поэтому, если вы на кондиционеру поварите, его либо чистят, минимум, по 10 раз в месяц, либо, собственно, им не пользоваться. Поэтому будьте очень внимательны с кондиционером. Свежий воздух мы, к сожалению, не получаем. Но самое противное, что мы инсоляции тоже не получаем, потому что мы считаем, что света, света, даже не то, что, скажем, витамины Д, потому что солнечный свет. Нет, нам нужен свет, свет, естественный свет, потому что наша кожа имеет рецепторы, которые просто на естественный свет реагируют. И в любом случае освещенность улицы днем, она будет выше, чем в квартире, в любом случае, в десятки раз выше. Но мы не гуляем, потому что вроде у нас в квартире достаточно светло, и что нам гулять? Нам и так светло. Нет, нашей кожи не светло. И, к сожалению, горожане, они с трудом выходят под свет. Даже если это не солнечный такой яркий свет, но даже через тучи пробивается, это все равно свет для наших активных клеток, которые раскиданы по всему телу. Это свет, они его впитывают буквально. И этот свет дает сигнал нашим митохондриям и нашим симбионтам, что все нормально, что мы можем быть здоровы, что, в принципе, мы живем в природных условиях. То есть свет мы чувствуем. Это энергия. Выходите, пожалуйста, просто из дома. Из дома выходите в легкой одежде летом, чтобы тело впитывало солнечные лучи. Даже не для загара, не для витамина Д, а совершенно для других целей. Для того, чтобы, в принципе, организму дать понятие, что мы живы. Конечно же, в городе, ну, несколько таких самых таких злостных проблем обозначу. Конечно же, в городе мы едим больше сахаров. Потому что на каждом пути кафешки, там понятно, что про кофе я уже не буду распространяться. Вряд ли вы с ним дрожите и по иммунным реакциям. Мы не арабы, мы кофе непривыкшие. И с кофе у нас, в общем-то, отношения, как правило, не складывают. Посмотрите свою генетику, посмотрите иммуно-хеллс, посмотрите, как у вас отношения с кофе. Потому что столько, сколько мы пьем кофе в городе, может быть, и не надо. Не говоря о том, что мы, как правило, не с салатом пьем кофе, а все-таки с какой-нибудь вкусняшкой, в которой полно сахара. Сами знаете, да, куда ни приди, везде сахара. С сахарами проблема большая и избыточный дрожжевой рост. Мы с вами уже знаем это. Симптоматика у каждого первого. У каждого первого белый язык, молочница. Да, там, вздутие газа без запаха, изжога, которую мы не можем вылечить годами. Какой-нибудь типа псориаза. И мы не знаем вообще, что с этим делать. Соответственно, отечность, избыточный вес, сахарный дебют второго типа. Бесплодие. Вот эти все наши игрушки, да, с которыми мы никак не наиграемся. Это из-за сахаров в том числе и очень часто просто из-за сахаров и из-за дрожжей. Ну, тут куда деваться, да. Тут либо самим как-то думать, да, и проводить регулярно без дрожжевые протоколы. Ну, либо, соответственно, считать, что это никак нельзя исправить и жить уже так, как есть. Я уже не говорю про паразитов. Да, дрожжи это, ну, не откровенные паразиты, но в городе очень много животных. Детей не так много, как животных. И животные не все убирают за животными. Все это на улице, все это поднимается, все эти яйца глистов поднимаются, соответственно, в воздух. Мы их вдыхаем, поэтому приносим на обуви домой. Домашние животные заражаются. Ну, в общем-то, паразитарные инвазии тоже, наверное, для вас сейчас уже не тот какой-то нонсенс, да, который вроде как у горожанин и быть не должен. Вот, сколько хотите, глистов самых разных, тем более мы путешествуем всякой разной едим, нахватываем достаточно, достаточно. Осенью проводить противопаразитарный протокол точно, однозначно. Что касается, да, вот еще про воду хотела сказать. У нас, к сожалению, вода идет по трубам, которые тоже изгибаются под 90 градусов. Это не очень хорошо для воды. Она свой энергетический заряд не получает. Она должна вот плавно, соответственно, течь, как в ручейках. И тогда у нее будет правильное вот эти завихрения, турбулентность будет правильная. Как бы молекул воды заряжается друг от друга. И мы пьем правильную воду. А вот в этих трубах, которые ведут на воду, она, к сожалению, неправильная. Ну, бог с ним. Что еще хотела сказать. Конечно же, больше причин для стресса. В городе, потому что шум, гудки, сирены, вот этот стук в метро, крики, да, какие-то. Даже вот детский плач, там, что-то это все нас как-то немножечко будоражит. И, соответственно, реально слуховой анализатор уже пытается просто как-то перекрыть поток информации, потому что это избыточная информация. Это информация. Мы не можем столько информации обработать. Поэтому стресс, конечно, усиливается. Не говоря уже о визуальной информации, которая льется со всех сторон. И не всегда она совпадает с нашим внутренним пониманием. Вообще, как должна быть устроена жизнь. То есть информация, которая нам дается, не ложится иногда на наши программы. Потому что эта информация иногда может быть какого-то буквально порнографического характера, да, или это нести следы насилия, или какого-то устрашения. И человек, ну, не может такой вал информации негативно переработать. Это, конечно же, приводит к стрессу. Не говоря уже о том, что к стрессу приводят электромагнитные излучения. Мы этого не чувствуем. Ну, или кто-то чувствительный, да, может это отмечать. Но что с этим делать? Да, везде понатыканы вышки. Интернет как ни был, так и нет, в общем-то, нормального. Но вышки везде. И все больше и больше. Иногда их маскируют. В других странах их маскируют. В Англии их начали уже сваливать, потому что понимают, что, как бы сказать, тотальное воздействие на организм может быть губительно. Там Англия-то этой, да, там, что там ее, собственно, истребить. И, в общем-то, достаточно быстро одними вышками. Мы немножко держимся, так более крепкие мы, ребята, оказались. Но вышки эти нас не улучшают наше здоровье. И, кстати, электромагнитные излучения, мы-то электромагнитные. И у нас должны быть некие конгруентные излучения, которых нет. У нас должны быть какие-то оздоровительные частоты, да, например, включать в метро. Или где-нибудь там их пропагандировать. Но нет. Все частоты, которые мы с вами ловим, они, к сожалению, разрушительного характера, как правило. И это усиливает стресс. Это просто такой экзогенный, не очень явный фактор стресса. И все эти провода компьютера, которыми мы окружены, особенно тогда, когда спим, конечно же, для нашего электромагнитного поля ничего хорошего не несут. Особо хочу отметить те дома, где майнят. Да, понимаете, о чем я? Вот этот майнинг таких биткоинов. Это просто вот эти фермы по производству криптовалют. Это, конечно, ну, я не знаю, какой человек должен быть энергетически сильный, чтобы вообще выжить в этих условиях. Если у вас сосед занимается майнингом, то, в принципе, вы можете на этом месте очень плохо спать. Да, хотя вы этажом выше или ниже. Тоже это надо иметь в виду и, ну, как-то из своей жизни стараться убирать. Я уже не говорю о том, что в годы активного солнца обостряются бактериальные вирусные инфекции. Раз в 11 лет действительно идет такая вспышка. Вот мы ослаблены в городе. Грибки, вирусы, бактерии, паразиты, всех мастей, они нас атакуют более активно. Тогда получается, что, ну, куда ни кинь, все клин, да. То есть, куда ни повернешься, везде какая-то опасность. Ну, так жить тоже невозможно, потому что, соответственно, не выспаться. Да, у нас свет горит в городе, да, до поздней ночи. То есть, мелатонин не вырабатывается. Да мы еще с гаджетами, да. То есть, у нас сбой биоритмов и, в общем-то, вся вот эта вот химическая составляющая накладывается на еще на сбой наших природных ритмов. Что, конечно, совершенно недопустимо, на самом деле. Никакие эти ночные дежурства, никакими деньгами, никакими идеями не оправдывается. Не оправдывается. Понятно, что, да, есть некие там авиадиспетчеры, да, есть специалисты, дежурищие на скорой помощи. Но долго человек в таком режиме, конечно, здоровым оставаться не может. Поэтому, конечно, надо менять. Регулярно надо менять направленность действий, ну, как бы направленность работы, потому что, ну, это просто путь никуда. Вот иммунные заболевания, рассеянный сирот, прежде всего, и нарушение гормонального обмена в целом, потому что мелатонин, он запускает, как бы, да, такой целую цепь реакций, связанной с серотонином, с допамином. То есть это, ну, наше настроение, наша жизнь, наша судьба. Так, соответственно, если мы на все это смотрим, то куда же нам бежать, да, как нам, в общем-то, быть. Особенно если на этом фоне есть еще показания от метеорологов и от врачей, сосудистых, хирургов даже, буквально сосудистые хирурги выступают, что во время метеоактивности, метео, как бы сказать, лобильности, да, когда меняется не только смена времен года, но и смена давления, предположим, и в годы активного солнца, и в периоды солнечных вспышек, куда нам вообще деваться, да, вот что нам делать. Вот тогда, когда еще плюсом накладываются различные метеоусловия, не очень благоприятные, там резкое изменение температуры, или резкое, вот как мы обычно, да, там плюс 25, завтра там плюс 12. Ну, то есть для человека это не очень хорошо. И как наоборот тоже, хотя мы приветствуем повышение температуры, резко повышаться температура не должна, не привыкает так быстро организм. Для него это стресс, это все равно стрессовый фактор. Или, например, давление только что было нормальное, потом раз, оно резко упало. Или уже вспышка на солнце, у нас не только электрика и связь барахлит, у нас барахлит и наш организм, электрический весь. И особенно вот во время электромагнитных возмущений нам нужно соблюдать простые правила, которые, ну, просто, ну, должны знать. Прежде всего мы заземляемся, я об этом уже сказала. Либо мы ходим босичком по траве, или по песку, или по камушкам, либо на металлические, соответственно, поверхности, которые заземлены, ставим ножки. Мы ощелачиваемся. Такое правило ЗОУ, да. Заземляемся, ощелачиваемся. Это либо минеральные щелочные воды, либо сода по неумывакину, либо меланин для особо продвинутых, потому что он тоже хорошо ощелачивает. И третье У – успокоиться, поднять вибрации. Дело все в том, что вот все, что я перечислила, вот эти техногенные игрушки, которые нас убивают, они меньше вредят нам тогда, когда мы не реагируем на раздражители этого уровня вибрации. Если мы не цепляемся за заголовки газет, если мы не смотрим телевизор, да, если мы понимаем, что у каждого своя программа, каждый пришел на эту землю для каких-то своих целей, нужно думать о себе и оставаться в спокойном, равновешенном состоянии, и не лезть в чужую жизнь, не совать нос, даже в своих детей, кстати, и внуков, то мы более спокойны, мы поднимаем вибрации, мы испытываем чувство признательности за эту жизнь и, соответственно, благодарности. Это очень мощное чувство любви к своим близким, а не пытаться их научить там, как жить. Вот тогда мы поднимаем свои вибрации, мы менее уязвимы для всех, в принципе, факторов, которые я перечислила. Если мы общаемся с водой, которую мы пьем, ее перепрограммируем, думаем о любви, да, в этот момент, думаем о ком-то, кого мы любим. Если мы колдуем над пищей и желаем ей быть нами, лучшей версией нас, да, сделать нас лучшей версией нас, очистить пищу обязательно от наслоений, смерти, страха, да, боли, потому что животная пища, она требует этого очищения обязательно. Когда вы моете мясо, нужно мысленно еще его очистить и, соответственно, сообщить признательность этому животному за то, что он отдал вообще свое тело для нашего прокорма у нас таких обжоров. И, соответственно, во время активного солнца эти все мероприятия бы надо делать. Это сугубо информационная медицина, при этом она не менее важная, а скорее даже, может быть, и более важная. Мысли – это наша электрическая составляющая. Мысли могут привести к определенным эмоциям. Это наша магнитная составляющая. Мы – электромагнитные. Вот чтобы сохранять свое электромагнитное поле, а дальше уже работать с физикой, нам нужно простые правила все-таки соблюдать. Конечно же, для людей далеких от информационной медицины нужно что-то в ручки взять, чтобы четко понимать, что да, я защищу. Ну, слушайте, если, конечно, смог, если химтрейлы над городами, если вы вообще живете рядом с заправкой и работаете на вредном производстве, ну, тогда вам, наверное, надо брать теосульфат натрия, пол капсулы, в смысле пол этой ампулы в воду, в полстакана и выпить. Ну, как-то так, наверное. Это уже либо сорбент А употреблять на постоянной основе. Ну, просто это уже такая нагрузка, которую можете не вытянуть. Сорбента вакцинированным я даю всегда, тем, кто переболел каким-то вирусным или бактериальным заболеванием, либо находится на детоксе. Теоретически современный человек, живущий в городе, он должен жить на детоксе, чтобы как-то выжить. Поэтому сорбента, пожалуйста, тоже первым, конечно, он стоит в списке для того, чтобы защитить нас от среды городской. И вода непонятная, и БАДы непонятные. Вот сорбента с этим справляется неплохо. И, соответственно, выводят еще и вирусные частицы, и, соответственно, метаболиты грибков и так дальше. Конечно же, поддержка печени, потому что печень несет детоксикационную нагрузку, детоксикацию всех ядов и токсинов, которые, метаболитов, которые, в общем-то, в нашем организме есть. Поэтому, пожалуйста, черный тмин, жидкие специи и алкодетокс курсом. Ну, хотя бы раз в год, хотя бы раз в год алкодетокс курсом, то есть до трех месяцев, смотря какая ситуация с печенью. Про эталонную воду мы с вами говорили. Что же касается, ну, как бы, наших стрессов, да, ну, это бесконечная история. И можно со стрессами, как бы, жить, или можно все-таки с ними работать. Ну, если вы, если вы запредельно стрессуете, попросите ваших близких проверить вашу реакцию на свет, о чем я. Автальмологи знают эту реакцию, врачи других профилей, как правило, ее забывают, но я вам напомню. Если вы, скажем, посмотрите здорового человека, возьмете и направите ему глаза только сбоку, сбоку, чтобы не сразу слепить, да, глаз, а сбоку. Свет фонарика, например, у детей, у них зрачок сразу резко сузится, одинаково на двух глазах. И это нормальная реакция, ну, на определенный стресс, потому что резкий свет – это стресс. Если же при направлении сбоку света в ваши глазки, пусть это ваши родственники проведут, посмотрят, реакция зрачка чуточку запаздывает, ну, в отличие от контрольной, значит, ваши надпочечники уже вообще не справляются со стрессом, который у вас есть. И, к сожалению, таких вот реакций сейчас все больше и больше. И, соответственно, тогда мы включаем с вами кремний жидкий, без него никуда. Вообще, горожанам я бы всем назначала кремний без вариантов, потому что он еще все-таки защищает от вирусов, улучшает реологию и дает возможность нам быть сознательными, осознанными. Проще, на самом деле, там проводить какие-нибудь успокоительные медитации, когда вы все-таки с кремнией, у вас все нормально, это реально. Поэтому жидкий кремний и днем атака ясности, особенно дети, да, вот чтобы они не стрессовали, а спокойно решали свои задачи. Они без холеризма будут все это делать. А вечером, соответственно, после 17, да, это не снотворное, его не надо там пить ложечкой перед сном, нет, его пьют фоном хотя бы неделю, да, после 17 полчайной ложечки, там, ну, не можете вы без кофе, конечно, не надо кофе после 17, но какой-нибудь травяной чаек или просто чай и прям пол ложечки рассосать. Это будет как, ну, как сладости. Пожалуйста, собственно, работа с нервной системой, уже вы ее подстраховали. Конечно, если есть возможность купить напиток долголетия или хотя бы какой-то продукт с меланином, ну, вы сразу убиваете многих зайцев, потому что это не только, это не только антиоксидант. Вот есть еще такое, если врачи меня слышат, они знают, что такое. Митагорметики. Смотрите, если вы не слышали никогда такой термин. Митагорметики, они лучше, чем антиоксидант. Они лучше. Вот посмотрите, да, как они работают. Так вот, напиток долголетия это митагорметик. Это важно очень. И он направлен на здоровье митохондрий и организма в целом. Впрочем, функциональный комплекс с меланином это еще и полноценный белок. Поэтому, если вы не понимаете, как вы питаетесь, и, скорее всего, какой-то фастфуд проскакивает, и овощей вы не едите, там, достаточное количество, там, пять порций в день, ну, не едите. Тогда хотя бы дайте своим клеткам то, что надо, да. Функциональный комплекс с меланином, это все-таки белок полноценный, с глицином, с пралином, да, опять же, работа с нервной системой, с мозгом, в конце концов. И смесь корней, ячменя, пшеница, гречи. Никакого глютена там нет, там клетчатка, там жирные кислоты, там витамины группы В, там, собственно, аминокислоты тоже. Вот, пожалуйста, мультивитаминный комплекс с меланином прекрасно любят дети, и, пожалуйста. Собственно, кому не хватает белка, да, кто еще пытается в этих во всех условиях жесточайшего стресса еще и подкачаться, пожалуйста, коллаген энергетический, ради бога, горожанам они хороши. Наверное, уже всем сейчас я буду, наверное, рекламировать, как говорится, да, если вы это считаете от рекламы, или же рекомендовать, что было бы правильнее для сердца и сосудов. Ну, реально, интима сосудов страдает у современного горожанина больше, чем у кого бы ты другого, кого бы ты ни была, по разным причинам, по многим, и по поводу пищи, по поводу стрессов, и по поводу плохой воды, и по поводу плохого воздуха, все страдают сосуды. Поэтому для сердца и сосудов, конечно, так имейте, галочку поставьте, хотя бы раз в год, кажется, что пройти бы надо. Не забывайте, что мужское здоровье тоже снижает уровень воспаления и у мужчин, и у женщин. Ну, если уже есть какие-то гормональные звоночки, да, гормональные нарушения, уже первые признаки, то и женское здоровье, и мужское здоровье, конечно же, вам поможет как-то вообще выжить, да, в этих условиях. И хочу с вами обсудить несколько вопросов, которые пришли, и, соответственно, на них еще несколько времени оставила, потому что они тоже, так сказать, отвечают на наши вопросы. Первый вопрос, что в городе очень много шума, мотоциклисты, метро, тракторы даже, а ведь это шум, это стресс. Чем можем помочь себе, кроме переезда в тихое место? Понимаете, как если вы действительно уже загнанная лошадь, да, и вот этот вот простой тест на замедление, сужение зрачков в ответ на подсвечивание их со стороны фонариком, и, ну, как бы уже даже ваш работодатель уже старается не связываться, ну, тогда уже только переезжать в тихую местность. Но на самом деле сейчас люди стараются экранироваться, да, от тех шумов, которые идут с улицы и одевают наушники, что, в общем-то, в условиях города может быть опасно, потому что, ну, тут и машины, и метро тоже, это все, где-то какая-то суматоха, надо вовремя сконцентрироваться и как-то вовремя отпрыгнуть, да, но хотя бы в одном наушнике, в принципе, можно включать любимую музыку, это вполне гармонизирует, но включать, если вам не сложно, вот когда вы идете, и вот действительно шумы вас атакуют, включайте музыку с частотой 432 герц, есть такие записи, они сформированы в интернете, их можно найти, 432 герц, это та частота, которая нас гармонизирует, которая нас возвращает к самим себе, да, эта музыка может быть такой спокойной немножко, может как бы не для дня, но могу вам сказать, что мы настолько все вздрючены еще на кофе, что эта музыка как раз вот нас приведет в состояние гармонии, просто беруши либо наушники, другого ничего здесь не может быть, это уровень стресса снизит реально, ну, плюс Дардау после 17, и в общем-то жидкий кремний, чтобы просто быть поспокойнее, потому что жидкий кремний дает улучшение состояния нервной системы, нервную систему важно не оставлять без питательных веществ, для нее кремний это жизненно важный вариант, и если у вас нет кремния, вы будете в организме недостаточно кремния, вы будете больше реагировать на шумы, поэтому кремний может быть должен, постоянная дотация должна быть, хотя бы по 10 мл в день, вот курс пропели по 20 мл, да, там скажем полтора, два, три месяца идеально, и потом дотация там по 5 мл, по 10, там через день, как вот вам подскажет ваш кинезиолог, либо вы сами себе, да, радиоэстезии, либо к БРТ проходите, и собственно вам подсказывают, сколько раз в день там и по какой дозировке давать тот или иной поддерживающий компонент. Какое жилье самое благоприятное для человека? Ну, я уже сказала, что там должны быть округлые линии. Конечно, если вы имеете право, да, в своем доме распоряжаться, я не просто так говорю, да, у некоторых жизнь складывается так, что они себя как в доме, как в тюрьме чувствуют, да, сами себя приковывают, к токсическим отношениям, к каким-то таким зависимым отношениям, ну, поиграться. Мы же все играемся, все ситуации нашей жизни спрограммированы нами, и проигрываются нами с большим удовольствием, на самом деле, и поэтому мы от них не отказываемся. Если бы это действительно нам надоело и это нас бы мучило, мы бы тут же разорвали эти отношения. Но где-то есть некое удовольствие, либо уверенность, что там это отношения, например, кармические, да, там или что-то такое. Так вот, если вы хозяин в собственном доме, то, конечно, скруглить углы по возможности. Либо в углах поставить какие-то такие этажерочки, раньше вот треугольные такие продавались, типа консолей, или как это называется, не знаю, но этажерка. Консоль, наверное, немножко другой. То есть они закрывали углы, чтобы у нас вот не было вот этого явного 90 градусов угла. Конечно же, смягчать контуры, да, там, скажем, диваны мягкие, да, что-то еще такое округлых форм. То есть округлые формы наш организм принимает как природную, как живую. Все, что квадратно-гнездовое, квадратно-практически жгут, это для нас смерти подобно. Поэтому, соответственно, скругляйте, да, все в своем доме. И, конечно же, это жилье все-таки не из бетона, а, ну, наверное, все-таки из дерева. Есть возможность хотя бы часть комнаты проложить фольгой, фольга недорогая, блестящей стороной кнаружи, соответственно, и обшить деревом, деревянными панелями, либо, не знаю, вагонкой, если на то пошло. Либо же, например, обить войлоком. Ну, не смейте, пожалуйста, это не палата для сумасшедших, а это просто жилье для современного человека. Вот, было бы неплохо. Войлок и на полу тоже очень-очень свои времени. У него свои есть специфика такая, и он везде свои времени. Вот, войлоком, войлочными одеялами покрываться тоже очень хорошо. Поэтому, пожалуйста, если у вас, например, есть металлизированные одеяла, тоже иногда можно им пользоваться. Вы понимаете, о чем я? Такая, как бы, да, капсула козыревские, да, что-то подобное. Вот, соответственно, экранироваться от излучений, хотя бы внешних. Да, это бывает очень полезно иногда, особенно люди, когда совсем уже в разрушенном состоянии. Опять же, находите патогенные зоны в квартире, где нельзя спать, и экранируйте той же фольгой. Самое простое. Либо зеркало вниз, либо фольга, блестящая поверхностью вниз, да, если вы спите на такой геопатогенной зоне. На ней спать нельзя, потому что это верный путь с онкологией, перевождением в серьезном заболевании. Вот, наверное, так можно сделать свой дом более уютным, во-первых, да, все скруглить, да, и плюс еще проложить некие экраны, зеркала от не очень хорошего излучения, потому что мы электромагнитное излучение, мы чувствуем. Так, каким образом снизить облучение и негативные информационные вибрации, проживая в квартире? Ну, если это ваша квартира, и вы первый в ней жилец, то надо работать геопатогенными зонами, то есть экранироваться от них хотя бы. Если же идет рядом у вас трансформаторная будка, либо за стеной соседи постоянно ссорятся, это тоже излучение, кстати, если вы думаете, что это не так, то вы ошибаетесь. Или сверху или снизу, тоже это очень важный момент. Ну, тогда это, как я уже говорила, экранируешь, экранируете металлизированными листами. Что касается, как бы сказать, информационную среду, хорошую создать в квартире, то нужно убирать из квартиры то, что вам не нравится, раз, то, что сделано из откровенно пластика не очень хорошего качества, два, еще вонючего, это понятно, что убирать. Убирать все подарки от людей, которых вы не любите, или которым вы по какой-то причине относитесь негативно. Уберите все те вещи, которые связаны с ними, потому что они несут свою энергетику, которая вам совершенно не нужна. Конечно же, надо аккуратнее с камнями, которые вы привозите откуда-то, они вполне могут быть радиоактивными. Конечно же, аккуратнее с какими-то очень дешевыми игрушками, чашками, кружками, то есть то, что может нести реально токсины. Аккуратнее с какими-то вонючими обложками книг, или со старыми книгами, потому что там могут быть, во-первых, свинец, а во-вторых, и мышьяк. В старых книгах любители порыться, плюс грибок. И если у вас соответственно стены поражены грибком, это не только физическое тело страдает, но страдает информационное тело тоже. Вообще грибки и паразиты имеют очень низкую частоту вибрации относительно наших клеток, и конечно мы там хорошо себя чувствовать рядом не будем. и желательно, чтобы ваши ножки, ручки, да, чаще касались поверхности, которые вам приятны на ощупь, то есть это либо, ну, мех, кто как переносит, но это что-то мягкие какие-то, коврики, пледики, да, скажем, гладкая поверхность, столешницы, вот что-то тактильно приятное, это тоже очень важно. Ну, я уж не говорю о цветовой гамме, которая должна вас полностью устраивать. И, конечно же, у каждого человека в семье могут быть свои цветовые пристрастия, но, если семья создана гармонично, то пристрастия эти, как правило, сходятся. Если одному нравится, как говорится, варенье, другому свиной хрящик, понимаете, так во всем, значит, вы негармонично построили семью. Так бывает. От этого сейчас надо избавляться, потому что сейчас не до этого. Сейчас не до токсических отношений, ребят, сейчас надо выживать. И, соответственно, для каждого тогда уж, если вы пока еще решаете этот вопрос, для каждого должен быть уголок выполненный в цветах, которые ему благотворны и его успокаивают. Это обязательно. Вот у меня без вариантов я сочетаю те цвета, которые мне нравятся, темно-синий и винный с примесью такого липового-зеленого в тех местах, где я, собственно, отдыхаю либо сосредотачиваюсь. И мне никто не указал. И кому-то, если не нравится цвет, просто не заходит ко мне, когда я занимаюсь своим делами. Понимаете? У каждого должен быть свой угол оформленных в тех цветах, которые вам подходит. Плюс аромамасла, которые вам подходят. Это тоже очень информационный след чужой хорошо убирает. И, соответственно, если вы где-то живете на съемной квартире или что-то такое, это ваш аура тут же усиливается. если вы живете в чужих квартирах, убрать все чужие зеркала. Убрать, перевернуть лицом к стене и повесить свое зеркало. И, конечно, на чужой кровати лучше не спать. Должен быть свой матрас. То есть, кровать сама по себе это бог с ней, матрас. Матрас, подушка должно быть свое. Следующий вопрос. Постоянная височная область и жевательных мышц состояние ползания каких-то непонатных особей. Что это может быть и как от них избавиться? Ну, слушайте, обычный доктор, конечно, наверное, послал бы вас сразу к психиатру так аккуратно, потому что, да, одним из первых признаков начинающихся психических расстройств ощущение ползания по коже. Но я необычный доктор, поэтому я все-таки постараюсь разобраться в этой проблеме. И первое, что я бы, ну, чтобы я исключила, самое противное из физиологического, да, в этом плане, это заражение трихинелами. Они, к сожалению, часто поражают именно височные жевательные мышцы. И здесь сделать ИФА Элайза на антитела к антигенам трихинел, я бы сделала. Ну, они не лечатся, но хотя бы народной медициной можно сдержать их развитие. Это самое серьезное и неприятное, что вообще может быть в этом отношении. что скорее всего и легко, в общем-то, можно исправить, и что скорее всего в данном случае, это идет подсказка вашего организма по ходу канала желчного пузыря. потому что то, что вы описываете, это вот эта зона. Вот эта зона, это здесь проходит вот так вот несколько раз. Проходит канал желчного пузыря, он может вызывать такие схожие ощущения, как будто что-то кто-то по вам ползает, там что-то такое, какое-то шевеление. Это работает, пытается работать канал желчного пузыря. Он так может проявлять себя с одной стороны. Если справа это больше выражено, то, скорее всего, это именно так. И, соответственно, канал желчного пузыря, это канал, который связан с печенью и желчным пузырем. Здесь я бы занималась печенью и желчным пузырем, соответственно, посмотрела бы, нет и полипов, нет и перегибов каких-то там сладж-синдрома, мягких камней, а то и жестких, твердых камней. Посмотрела бы, там, может быть, на паразитов, да, потому что это может быть. Вот, аписторки могут тоже такое давать, которые, собственно говоря, базируются, в печени и желчном пузыре. Я бы смотрела, даже на аписторку тоже посмотрела. Вот, но занялась бы, соответственно, желчоотоком, занялась бы состоянием печени, возможно, перенесли гепатит когда-то, да, там, до сих пор аукается. Занялась бы печенью черный тмин, жидкие специи, алкодетокс, чистки печени, ну, то есть, все, что нам нужно, да, сорбент А тоже, потому что печень разгружаем. Ну, смотрите, уже, соответственно, печень, заниматься реологией желчи и так дальше. Но, также, это может быть самое банальное, что, ну, можно предположить, если вы эти ощущения чувствуете в основном на той стороне, на которой вы лежите во время сна, то не исключено, что в подушке давно уже развелись клещи, которые называются демодексные полевые клещи. И вот эти вот клещи, они могут вполне давать такое ощущение, что как будто бы под кожей, да, так, собственно, и происходит, они именно в коже развиваются, если у вас чувствительность повышена, это вполне могут быть клещи, которые просто не видите, но чувствуете. Сменить подушки, кожу обрабатывать маслами с добавлением аромамасел и, соответственно, салициловый спирт, ну, то есть протирать, как бы сказать, давать, не давать клещам спуску, умывание стоды и так дальше, так дальше. То есть, после сна, вот, первое время, вот так, и сменить подушку, однозначно. Может быть, даже вообще постельное белье, так сказать, заменить, прожарить на солнце и так дальше. Ну, вот, наверное, так. На те вопросы, которые вы мне прислали, я ответила. Вообще, старайтесь, конечно, побольше прислать вопросов, потому что любой вопрос дает, ну, как бы сказать, повод, да, развернуть какую-то тему. Мы с вами встречаемся для того, чтобы у вас были лайфхаки, да, на любую жизненную ситуацию, чтобы у вас были какие-то простые приемы, чтобы вы могли обойтись без бегания по врачам, и как-то сориентироваться первично самому. То есть, это такое самообразование, такой у нас ликбез по здоровью вот в таком формате. Поэтому, пожалуйста, пишите побольше вопросов, чтобы мы могли побольше тем поднять и, соответственно, обсудить. Спасибо вам за внимание, мои дорогие. Я очень надеюсь, что все сегодня сохранится и, соответственно, вы не забудете ни один из перечисленных, но таких советов бывалого, что называется. Потому что я сама ими пользуюсь и многое из того, что я вам сказала, почти все, я использую в своей жизни. Чего, конечно, и вам желаю, мои дорогие. До свидания. Пишите, какую тему вам поднять в следующий раз, да, может, на какие-то вопросы ответить. Я всегда отвечаю, если ко мне обращаются, конкретно ко мне, да, то всегда мне пересылают ваши вопросы, я всегда стараюсь ответить. самое главное, сохраняйте в настоящее время уверенность, что все, что не делается, все делается по определенному плану и для того, чтобы научить наши души, да, и чтобы мы прошли свои программы, которые мы для себя создали. Не кто-то нам создает программы, мы сами. Продолжение следует...